Добрый вечер всем. Сегодняшний вебинар в некотором роде он продолжение первого вебинара. Вот у меня как-то по два вебинара выкладывали в течение полугода. Один я так условно называю секрет Excel, другой Excel не секрет. И содержимое у них приблизительно в некоторой мере одинаковое. Но на всякий случай я вот в эту же папочку подложил еще и раздачу с прошлого вебинара. В некотором роде это все будет повторяться. Можно начинать и с первой же позиции. Сразу предупреждаю, что вебинар рекламный, поэтому рекламы будет много, уж не обижайтесь. Конечных так сказать, конечно заданного кусочка тоже здесь не будет. Цель немножко другая. Вот я открываю соответствующую презентацию. Вы можете эту презентацию открыть у себя. Можете смотреть на моем компьютере. Вебинаристы могут дотянуться до этой раздачи в личном кабинете группы. Вот в личном кабинете группы. У вас было подключение к группе. Вот семинар и вебинар, вторая часть. Вебинаристы могут подтянуться и стянуть оттуда данную информацию. Можете смотреть на экран. Так, название. Вот тут с названием небольшая путаница. Я вообще-то первоначально планировал назвать Excel без секрета. А следующий кусочек секрета Excel. Ну, немножко перепутали. В общем, на название внимание не обращайте. Тут оно чуть-чуть перепутано. Для начала представлюсь. Трофимов Алексей Михайлович. Это мой служебный адрес. Вот на этот адрес можно мне написать, если возникнут какие-то вопросы. А уж тем более имеет смысл написать, если у вас найдется какая-нибудь интересная задача, интересная проблема, связанная с Excel. Почему? Ну, вам это полезно. Мы попробуем решить эту проблему. А нам это полезно. Дело в том, что мы варимся в своем собственном котле. И многие задачи, многие примеры, даже те, которые я сегодня буду показывать, они как раз получились именно из ваших задач, которые вы принесли. Поэтому вот адрес. Ну, стандарт. Фамилия, собака, специалист. У нас обычно именно так адреса. Если вдруг какая-то интересная задача, интересная проблема, не стесняйтесь, пишите, постараемся помочь. Ну, если, конечно, это вообще возможно. Потому что, ну, я не волшебник. Если есть какой-то порядок, какая-то зацепка, но должен быть какой-то алгоритм, чтобы можно было использовать и решить. Что я планировал дать на сегодняшнем вебинаре? Ну, для начала. Основная цель нашего вебинара заключается в том, чтобы объяснить вам, как правильно выбрать уровень Excel, на который пойти. Дело в том, что у нас целых 6 уровней Excel. Правильно выбрать нужный уровень Excel, это, ну, достаточно часто бывает такая ситуация. То есть, человек приходит, к сожалению, неправильно выбрал, ему надо на следующий уровень или ему надо на уровень раньше. С тем, чтобы дальше вы уже точно определились, какой уровень, как вам нужен. Это раз. Ну, а во-вторых, все-таки нас немножко прорекомнировали. Итак, прошу обратить внимание. У нас специалисты 6 уровней Excel. Читают только те, кто сертифицированы в фирме Microsoft. Более того, есть по окончанию второго уровня, ну, вот кто присутствует в аудитории, может посмотреть, вот такой красивый зелененький сертификат фирмы Microsoft. Более того, после окончания второго уровня, ну, конечно, когда чуть-чуть подтянете практику, можете приходить к нам. У нас на комплексе радио есть возможность сдать экзамен фирмы Microsoft на сертифицированного пользователя, сертифицированного специалиста. Правда, сразу предупреждаю. Да, этот экзамен, ну, скажем так, достаточно высоко ценится. Как, собственно говоря, и ценится даже наше свидетельство, несмотря на то, что мы не государственные. Но у американцев немножко другой подход. Я не хочу их ругать, но у них немножко другой подход. У них подход, ну, вот как один из моих слушателей сказал после сдачи этого экзамена, нужно, чтобы все было вот на один щелчок, чтобы не думая на автомате. Очень много вопросов, достаточно простых. Но если начинаешь думать, то просто не успеваешь. Просто не успеваешь ответить на все вопросы. Это именно должно быть уже вбито на уровне подкорочки, на уровне отстучать. Ну, и такая возможность у нас только есть. У нас тоже есть. Мы Golden Partner фирмы Microsoft. Это тоже очень полезное дело. Знаете, что еще у нас есть интересного? Чего нет ни у кого. И возьму, ну, самый, что ни на есть. Ну, любой из наших. Вот. Вот я вас уверяю, что курс, где было бы написано вот так, 10 и 13, вы сертифицированный Microsoft, вы не найдете. Почему? Ну, потому что у них немножко иной подход. У них надо отдельно сдавать 10 и получать соответствующую бумажку. Отдельно 13. Это была дикая битва, которую мы с трудом, но выиграли. Ну, американский подход. Каждая новая версия, новая бумажка. Каждая новая версия, новая бумажка. А здесь вот есть такая возможность. Ну, а мы потихонечку поедем дальше. Ну, я думаю, я достаточно порекламировал, как я планирую провести семинар. Ну, сначала я коротенечко пробегусь по всем уровням и скажу, как определить свои знания и требования, чтобы приблизить к нам. А потом чуть более подробно. Давайте, давайте, бегом, бегом. Потом чуть более подробно пробегусь по каждому из уровней. Ну, и открою, чтобы было совсем интересно. Немножечко секрета. Ну, и в конце чуть-чуть времени оставлю на вопросы. Ну, поехали. На уровне я, соответствующие уровни, опа. Я, даже, наверное, я сначала, для начала, я скажу несколько своих наблюдений. Вот это повторялось и на предыдущем лобинаре, но все-таки хочу повторить. Дело заключается в том, что программирование, работа с ДОСом и прочее, это один вопрос. Работа с Windowsом, это другой вопрос. В ДОСе легче учиться, легче сдавать экзамены. Там строго, как в Альме. Вот, 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 вот. Windows и Windows-совместимые программные продукты, Excel в том числе, обладают интересной особенностью. Одно и то же действие, как в жизни. Можно выполнить несколькими способами. Ну, простой пример. Как отсюда добраться до Красной площади? Пешком можно? Сложно, но можно. Общественным транспортом можно? На такси можно? Скорой помощи можно? Вроде даже если официально, можно вызвать ее для перевозки больного. В конце концов, вертолет и прочее. Значит, ну, можете смотреть сюда, еще разочек. Повторю. А можете зайти в папку преподавателя. Там папочка вебинар 2. Там презентация. И всю папочку можете прихватить к себе. Так вот, в этой ситуации, вот видите, уже пошли вопросы. Хорошо. Вопросы чуть-чуть попозже. Хорошо? Хотя вопрос тоже, кстати говоря, жутко интересный. Я, наверное, даже сейчас на него останавливаюсь. Смотрите. Интересный вопрос? Есть. Есть и у нас есть. Вышел, вышел. Есть. Значит, что я вам могу сказать в этой ситуации? Я даже чуть-чуть, раз уж вам, ну, мы же касались вопросов 10-го, 13-го и остальное. Я вам скажу следующее. Главное, что я вам посоветую. Никогда в жизни не берите и не ориентируйтесь на последнюю версию программного продукта. Почему? Потому что когда программные продукты были тестированы по-человечески, то есть бета-тестирование, альфа-тестирование, гамма-версии и как положено. Тогда это да, тогда это была действительно хорошая, интересная вещь. Когда в названии программного продукта появилась конкретная дата, но это как советское время, когда дом выпущен, сдан к концу года или к юбилею ноября. С большими недоделками. Вы хотите эти недоделки на себе? Не надо. Не берите последнюю версию. Дайте время не отстояться и тогда принимайте решение. Поэтому по 16-й версии я пока ничего сказать не могу. Могу однозначно сказать, что 365-й офис это гадость. Неудачно он получился. Доводить до ума очень возможно, что ему не будет. Поэтому он настоящий момент, если стоит вопрос, какую версию брать, то я категорически рекомендую 13-ю. Хорошую, добрую, откатанную и так далее, и так далее. Стоит ли уходить с 7-й и с 10-й? С 7-й однозначно стоит уходить. Потому что интерфейс там отвратительный. Если где-то на работе или что-то, давите на начальство. Возможности все есть, а вот интерфейс там отвратительный. Ну, с десятки, ну, по желанию. Если приходится работать с диаграммами, так, однозначно советую перейти на 13-ю версию. Все остальное, ну, на любителя. Где-то что-то и когда-то. Ну, давайте. Хороший вопрос зацепили. Но все равно вернемся сюда. Смотрите, сотрудник каждый день приезжает на работу на такси. Это хорошо или плохо? Если... Скажем так, если у сотрудника есть возможность добраться от общественного транспорта или к каким-то другим способом, но ему нравится приезжать на такси и есть финансовые возможности. Это хорошо. А если он по-другому никак добраться не может, это плохо. Вот это применительно к Windows дает маленькую неприятность. Если вы можете выполнить одно и то же действие двумя-тремя способами, знайте разницу и применяйте этот вариант. Потому что это вам нравится, то это хорошо. Если нет, можете по-другому, то это плохо. Ну, простой пример. Как мне с рабочего стола на диск С скопировать какой-нибудь фарт? Сколько вариантов можете сказать? Ну, и бинаристы могут чат писать. Как-как? С рабочего стола на диск С. А что будет с рабочего стола на диск С? Рабочий стол на диск С. Значит, в рамках одного устройства, мышкой, когда вы потащите, будет перемещение, а не копирование. Если вы это знаете, то вы знаете, что мышкой, чтобы тащить, надо еще и Ctrl зажать. Или, если не хочется возиться с клавиатурой, тащите правой. И выбирайте. Или Ctrl-C, Ctrl-V. Или контекстное меню, соответствующие позиции. Если вы все это знаете, четко понимаете и выбираете вот это, потому что вам больше нравится, это правильно. Если нет, то значит вы еще не освоили полностью соответствующие программные продукты. И это применительно ко всем программным продуктам, которые есть под Microsoft. И уж тем более как с этим. Но не следует забывать, как я называю, золотое правило Windows. Оно выручает 99%. Не зная, что делать, щелкни правую кнопку мышки. Но правда, из любого правила есть исключение. Есть такое исключение и в Excel. А именно. Есть одна позиция, но сегодня будем работать, но ее успеем. Где правая кнопка мышки не работает. Из любого правила есть исключение. Но фирма Microsoft нашла бы. Вместо правой кнопки мышки, там используется левая кнопка мышки. Поэтому золотое правило работы. Теперь по нашим уровням. А все-таки выхожу вот сюда. Итак. Ну, сразу предупрежу. Я предупрежу, что перед тем, как приходить на Excel, надо иметь базовую компьютерную подготовку. То есть, если вы полчаса тратите времени на то, чтобы найти клавиши, стрелочки, мышка, создать папку, переместить папку, чуть-чуть исправить настроечки Windows и прочая для вас проблема, тогда не обижайтесь, но сначала сходите на базовую компьютерную подготовку. Уровень 1 Excel. Для кого? Уровень 1 Excel. Ну, во-первых, правда, у нас есть еще соответствующие тесты. Не для всех уровней, но они есть. И пройдя эти тесты, вы можете понять, какой у вас уровень соответствует или нет. Ну, где-то есть, где-то, соответственно, нет. Уровень 1, это для тех, кто никогда в Excel не работал или работал, но на недостаточном уровне. Скажем, ну, не смейтесь, конечно, но я очень часто, так не в обиду, особенно в госструктурах, видел что-нибудь такого плана. Ну, вот здесь какие-то позиции, скажем, январь, вот позиции месяца. Здесь, скажем, фирмы, есть какие-то числовые данные, а вот здесь стоит итогов. Я достаточно часто видел вот такую формулу. Ну, и так далее. Вот это тоже, не надо считать, что здесь вы владеете, это тоже первый уровень. Что во втором уровне? Во втором уровне у нас в основном вот это. По наиболее интересным, наиболее нужно пробегаемся. И, ну, считать, что второй уровень вам не нужен, вы можете в том случае, если вы знаете, что такое функция. Что такое аргументы функции, что такое необязательный аргумент функции. Как себя функция будет вести, если вы не укажете необязательный аргумент. Если вы сумеете построить диаграмму, собственно говоря, вот я сейчас вам разверну программу второго модуля. Ну, здесь уже человек имеет какой-то опыт подготовки. Если вот уровень advanced у вас пройден, если вы знаете, что такое формула, функция, видите, половина времени уходит именно на это. Из 16 часов. И, кроме всего прочего, если вы сумеете работать, ну, по минимуму, сортировать, фильтровать, подбивать промежуточные итоги и создавать сводные таблицы. Это уже хороший уровень. Если вы все это умеете, добро пожаловать к нам на третий уровень. Но, точнее, я бы даже сказал так. После второго уровня у нас ветка. С многими-многими возможностями. Вы можете идти на четвертый и потом на пятый. Сразу на пятый однозначно не рекомендую. Четвертый и пятый уровень. Это программирование. Это возможность, ну, в последнее время это очень популярное направление, Excel-менеджмент. Это возможность свалить часть рутинной работы через без макроса на компьютер. Это возможность так построить и обработать данные, так сделать работу, чтобы можно было посадить не очень квалифицированного человека и так далее. Третий уровень. Третий уровень в основном для тех несчастных, честно скажу, несчастных, которым приходится обрабатывать большие массивы данных в Excel. Это неправильно. По-хорошему, если вы в Excel обрабатываете большие массивы данных, или часто пользуетесь вот этими функциями из раздела ссылка и массива, или часто пользуетесь вот здесь, работая с данными, скажем, вот этими позициями, проверка данных, консолидация. Это тревожный признак. Это говорит о том, что вы не совсем правильно выбрали программный продукт. Это говорит о том, что, скорее всего, у вас базы данных, а базы данных надо делать в СОБД, в системе управления базой данных. Может ли Excel это сделать? Может. Может. Но это будет имитация, это будет идеологически не совсем правильно. Во-первых, я не знаю, честно, для чего вот здесь сделали такое количество строк в новых версиях, и вот такое количество столбцов. Мне лично старого Excel вот так хватало. А во-вторых, реально, если у вас данных, ну, грубо говоря, больше 100-200 тысяч строк, ну, у Excel просто уже мощности начинает не хватать, он начинает притормаживать. То есть я искренне сожалею людей, на искреннее сожалению тем, которым приходится так мучиться. Ну, для того, чтобы как-то им облегчить жизнь, вот третий уровень. Для тех, кому приходится работать с большими массивами данных, ну, и чтобы уж совсем не было скучно, мы туда добавили еще очень полезные для аналитика вещи. прогнозирование, разные варианты развития ситуации и так далее. Третий уровень, это довольно специфический уровень. Как видите, данные, анализ и визуализация. Здесь, кстати, видите, громадная часть времени как раз вот то, о чем я говорил, имитация баз данных. но здесь, а что особо приятно, в конце мы объясняем, как правильно надо организовать. И как из Excel вытянуть базу данных, которые находятся в отдельной позиции, в правильной позиции. Вот этот кусочек, это как раз наша надежда, что после прохождения этого курса люди смогут организовать нужный вариант работы. И еще у нас есть шестой уровень, его вот здесь вы не увидите. И шестой, точнее, он идет, видите, таким образом. Бизнес-аналитик. Между собой мы его называем шестым, он шестой по времени создания, на него можно идти сразу после второго. это просто новые инструменты. Появляются новые инструменты, надо их использовать. Ну, прекрасно. Вот мы вынесли это в отдельный курс. Вот отдельные курсы, о которых я рассказал, ну, каратенечко. Ну, в принципе, в планируемое время вроде как положится. Вот какие-то вопросы, как правильно выбрать курс остались. Ну, мидорист, не стесняйтесь, если что, задавайте вопросы. Значит, смотрите. Принцип следующий. Заходите на сайт, и если на сайтах курсу есть позиция тестирования, иногда можете зайти к преподавателю. Если там есть позиция тестирования, то можно, соответственно, пройти. Если нет, ну, соответственно, значит, нет. И еще, раз уж поднялся вопрос. Значит, смотрите, какая ситуация. Дело заключается вот в чем. Если вы последовательно идете курс за курсом, то на вас распространяется так называемая программа КВДК по гарантии качества. Если вы чувствуете, что где-то чего-то недополучили, мотивированно об этом сможете сказать, мы у нас по договору, по гарантии качества можете бесплатно пройти этот курс еще один раз. Вот если вы идете вот так. В тех курсах, где есть тестирование, вы должны подтвердить соответствующий уровень тестирования. Значит, подходите к нашим или заходите на сайт, но в принципе лучше подойти к нашим специалистам, чтобы при них пройти соответствующий тост, тогда на вас тоже будет распространяться вариант о гарантии качества. Да, еще одна приятная новость. У нас в последнее время, не забывайте, что у нас рекламный вебинар, появилась новая форма. Называется она БЭО безлимитное обучение. Стоит она вот чтоб я так помнил. Ну 99 то я помню, а вот что там дальше после 99 тысяч? Ну надеюсь, что не 99 999 рублей, ну что-то у кого-то. Стоит она 99 может с копейками, но зато в течение года вы можете проходить любой курс. Хоть в очной, хоть заочной форме обучения, хоть в режиме вебинара, по-моему 99 тысяч и на весь год все курсы вам открыт. Хотите заочно подключайтесь, лично приходите. Нет, я понимаю, что, но вот все все курсы, которые у нас есть. Все курсы, которые у нас есть. 99 тысячи, мы, кстати, между собой обсуждали, курсы, но если у человека есть свободный год, если у человека, ну, опять же, скажем так, в наше время такое, что диплом хотя бы какой-то высшем образовании должен быть, ну, а то просто, знаете, по должности положено галочку ставить высшее образование. Так вот, подсказывают вебинаристы 100 тысяч, ну, 99 с чем-то, а на некоторых курсах, ну, это уже, соответственно, уточняйте менеджера. В принципе, насколько мне известно, была именно такая информация. Значит, ну, в принципе, мы так прибрасывали, если у человека есть свободный год, и если у человека есть, ну, я думаю, что 90-100 тысяч, не такая же большая сумма, и диплом, то можно заточить себя, ну, по крайней мере, в двух-трех областях. Скажем, в бухгалтерском учете, в работе с офисом, в 1С, ну, в бухгалтерском учете 1С программирование, отдельно можно программирование, ну, то есть, за год, если хорошенько поднапрячься, можно стать очень высоко квалифицированным и восторгованным специалистом, ну, буквально, скажем так, на двух-трех следующих зарплатах уже отбить соответствующие зарплаты. Ну, а насчет вот отдельного ценника, не знаю, к сожалению, это к нашим менеджерам. Ну, а теперь давайте, собственно говоря, когда, с моей точки зрения, основная цель рекламной части выполнена, давайте аккуратненько, чуть-чуть покопаемся по каждой позиции. вот, можно из нашей папочки открыть заготовочки, но, вот, заготовочки, но сначала я все-таки и в прошлом раздавал и сейчас еще разочек покажу вот такую схему формулы и так далее. Почему? Ну, дело в том, что, когда я начинаю что-нибудь изучать, скажем, город, я не могу не структурировать соответствующие данные. В каждом городе есть метро, я себе пробил схему метро и дальше от него начинаю туда нанизывать соответствующие позиции. Вот для изучения экселя схема с моей точки зрения должна быть приблизительно с моей точки зрения. Есть ее величество и чили. Некоторые говорят, что название эксцель это эксцелленс сел. А вот тут сразу идет вопрос. Простите, финансовый директор разве не должен владеть методами аналитики? Однозначно должен. Если он, конечно, действительно финансовый директор, а не находится на этой должности. Поэтому однозначно стоит. Более того, мы всегда рекомендуем, чтобы начальство пришло и послушал наши курсы. Скажем, иногда была такая ситуация, приходили из одной организации, учились, ворду жаловались. Директор дает распечатку сделать вот такое один в один. Чтобы вот так один в один. Скорость набора какая там? Вот такая. Значит, тут столько знаков, значит, быстренько сделай. А на самом деле делать один в один намного сложнее, чем сделать похожее. Точно подобрать форматирование и прочее. Мы говорим, призывайте к нам вашего директора. Дали директору пару примеров, он попробовал, почитал, и да, я оказался не совсем прав. Знаете, хороший директор. Бывают такие, что не признают свои ошибки. Итак, я вот рекомендую нанизывать следующее, его величество, ее величество ячейка. Некоторые говорят, что название Excel это Excellent Cell, великолепная ячейка. Некоторые говорят, как в латыни, Excel из ячейки. Но слово ячейка в любом случае присутствует, написано чуть-чуть неправильно, но читается одинаково. Как Битлз. Чуть-чуть изменили, чтобы можно было запатентовать. И что есть в ячейке? Ну, во-первых, у ячейки есть содержимое. В ячейке что-то можно положить. А вот не глядя сюда, обратите, ну, или давайте сюда, обратите внимание, то, что положено в ячейку, можно рассортировать на три большие группы. Формула, как определяется формула? В последнее время еще и так, еще и не такое. В последнее время как-то еще пытается Excel анализировать. А вдруг вы ввели формулу забыли взять равно, ну, это у него неудачно получается. Основной приезд на равно. Число, в том числе дата и время. Дата и время это тоже число. И текст. Как Excel определяет, что ввели в витей? Число, дату, число или текст? Текст же определяет, он отжимает в одном случае по левому, в другом случае по правому. А формат ячейки общий. Вот, у данной ячейки общий формат. Это как раз голубчик Excel разберись-ка ты сам, что сюда будет введено. А разделяет он следующим образом. Если то, что введено соответствует формату числа, то есть цифра разделить или цифра разделить то это будет число. А дата как хранится? В данной ситуации можно разобраться очень просто. Вот это число в ячейке, видите? Я говорю, нет, это дата. Смотрите, что у меня здесь. 54 это количество дней от 1 января 1900 года. Отсчитайте, получите как раз 23 февраля. 23 часа 38 минут 12 секунд. А это дробная часть. Вот я дам формат числовой. 98 сотых дня. Ксель умный. Он ничего такого. Лишнего не делает. Следующая позиция. Адрес ячейки. у ячейки есть адрес. Пересечение строка и столбца. Но большое обратить внимание. Когда дело касается ячейки, то в эту же самую формулу можно поместить следующее. Я говорю равно ячейки, которая расположена вот на этом листе. Видите? Лист, циферка, вернее адрес листа восклицательный знак. Я могу, если мне надо, взять информацию закрою. Открою. У меня тут специальная есть позиция заготовки. Вроде была открыта. Нет? Сейчас еще раз открою. Что-то у меня иногда подвисает, не сразу открывает. А! Так я виноват. Мне совсем оттуда открыл. Давайте открою с рабочего стола. И открою еще один файл. Курс валют. Вот у меня открыто два файла. Вот я здесь должен поступить следующим образом. Цена в рублях правильно? Умножить на цену в евро. На курс евро. А где у меня курс евро? в отдельном файле. Обратите внимание, как у меня интересно прописалось в формуле. Квадратные скобочки. Имя файла. Да, тут еще какие-то странные скобочки получились. Почему они здесь есть? А здесь следующая беда. Беда заключается в том, что вот здесь в формуле в ссылке не должны присутствовать служебные символы. А вот здесь вот точка. Служебные символы, разделителями это целая и дробная часть. Ну вот, придумали вот такую штуку. Вот все, что вот здесь, вот в этих позициях, тут не обращаю внимания. Зато появилась еще одна приятная вещь. Если я файл курс валют закрою, я сейчас не могу, сейчас формула открыта. Выдавить эту формулу. закрою курс валюты, то вот здесь у меня будет прописано полностью имя, где находится этот файл. А если его оттуда удалить, тут будет, то у вас есть очень хорошая вещь. На закладочке данных позиция изменить связь. Если вдруг файл переместили в другое место, вы говорите изменить и указываете новое место и новое имя, где лежит файл. И здесь же есть возможность обновить, исходить притащить новую информацию в том файле. Или проверить, есть там этот файл или нет. Ну или сделать жуткую вещь, разорвать связь. Почему я на ней заострил внимание? А дело вот в чем. вот у нас есть возможность сделать откат. Видите? Если я вот эту связь разрываю, Excel предупреждает, опасно. И даже пишет невозможно отменить. И я потерял откат. Одно из редких действий. То мы всегда привыкли, в любой момент откатили. А вот это редкое действие, когда откат невозможен. Жутко опасно. Вот это кусочки из нашего даже уже не первого, это скорее второй Excel. Ну, опять же, тоже может не совсем правильно сюда в первой. Но фирма Microsoft все время внедряет новое. Но и старые вещи. Она тоже изо всех сил пытается не бросать. А именно вот здесь позиции параметра, позиции настроить ленту, ну или скажем позиция быстрого доступа, есть возможность найти все команды, все кнопочки, все позиции, которые раньше были. Если вы что-то из старой версии хотите использовать и не можете найти, залезьте, посмотрите сюда. А кнопочка параметра вообще очень полезная. Категорически рекомендую всем, если хотите качественно работать в Excel, все вот эти позиции изучите и настройте под себя. Ну, простая позиция, куда перейдет файл, параметры дополнительные, куда перейдет кульсор, какая ячейка станет активной, если вы нажмете клавишу Enter. Если вам часто приходится заполнять таблицу не в режиме сверху вниз, а в режиме слева направо, выставить вправо, и тогда кульсор будет уходить вправо. а если другой пользователь неопытный, а если оп, и потом, я же говорю, это не в режиме на компьютер общего пользования, у нас четкое и ясное распоряжение, запрещено менять настройки от стандарта, я же говорю о вашем персональном, это как личное рабочее место, вы приходите, вам дают новый стол, стул, полочку, и вы начинаете чашечку для кофе выставить вот сюда, экранчик поправить и так далее, и в Excel то же самое, все надо настроить, но давайте вернем, вернем в нормальную ситуацию, кстати, если снимете этот вложок, он останется в той же ячейке, а это удобно, когда вы используете двойной щелчок, для автозаполнения, все знают, что это такое, вот, жутко удобно, экономится время, и вообще, в наше время совершенствоваться в Excel можно, ну скажем так, приблизительно в двух направлениях, одно направление ускорения работы, ну, чтобы быстро, быстро, быстро наделать, поэтому в этой ситуации, ну, вот вроде как мелочь, что курсор останется в той же позиции, но, это ж, чтобы не возвращать, руку на мышку не переносить и так далее, здесь, в этой ситуации, я могу посоветовать изучение горячих клавиш, потому что руку с клавиатуры на мышку, это потеря времени, потом вернуть назад, здесь, в этой ситуации, могу посоветовать ускорение курсы по слепому десяти пальцевому методу, ну, такой вот патагонный способ, ну, есть курсы у нас, правильно, вот вас и учат, чтобы вы не глядели на клавиатуру, ну, вот как стенография, как все остальное, есть специальные программы, сами? Только глянула, они уже славиатуры, а, как мышку? Да. Нет, нет, так клавиши не настраиваются, там несколько другая ситуация, там чисто физически, берете клавиатуру, у которой меньше времени открыта, тогда можно и побыстрее, но она, правда, будет подороже, но хорошая клавиатура дорогого стоит, честно вам скажу, просто имею свой личный опыт, когда заканчивал кандидатскую, надо было много-много печатать, набирать, но тогда еще старая, китайская, без отклика, безо всего, в общем, жуткая клавиатура, сидел, пыхтел, на большой руке, начала, на большом пальце правой руки, не сразу, начали вздуваться вену, пошел к хирургу, говорит, ну, вовремя пришел, бросай стучать, я говорю, ну, надо еще чуть-чуть, он говорит, все, и больше пальца не напрягать, потому что, говорит, у тебя уже, как у профессиональной машинистки, начинаются проблемы, поэтому, не надо жалеть деньги на хорошую клавиатуру, хорошую мышку, хорошую клавиатуру, в счете, это боком и отливается, ну, и начальство тоже так же объясняет, ну, начальство это другое, да, вот таким образом, не забывать о первоначальных настройках, ну, а вот ваши не буду показывать никому, не надо рекламу нам, хорошая клавиатура есть хорошая клавиатура, это я вебинарист, шучу, сами найдете хорошую по себе, чтобы отлично было. Функции, опять же, как быстрее? На втором уровне у нас разбирается вопрос, а как надо работать с функцией? Каким образом с ней работать? Два варианта, или мы функцию вводим через мастер функции, отсюда или отсюда, неважно, или мы функцию набираем руками, вот с вашей точки зрения, два способа, функцию набрать руками, в принципе, здесь идет подсказка, все хорошо, или функцию мастером функции, какой способ лучше, какой хуже, а если нет, тогда мастер функции, вот получается, что два способа, и надо знать, когда какой применять, если вы изучаете, то, конечно, мастер функции, конечно, мастер функции, а если вы уже знаете, то тогда никаких вопросов, ну вот предположим, что вы не знаете функции ВПР, ну, во-первых, здесь есть подсказки, что здесь, что здесь, что здесь, во-вторых, здесь великолепная справка, вот вся справка экселевская, честно скажу, ерунда, но справка по функции, внутренняя экселевская, просто великолепна, с примерами, с теми, как делается, и так далее, и так далее, но вот только не стоит забывать одно но, по функции бывают, вот я их показываю, необязательные параметры, это параметры, без которых, если они не заданы, функция работать будет, но, компьютер не способен к самостоятельному мышлению, экселев не способен к самостоятельному мышлению, и следовательно, здесь должно быть задано какое-то значение по умолчанию, никогда, если вы видите какую-нибудь, какую-нибудь функцию, никогда не забывайте посмотреть, а что будет, если мы этот параметр не дадим, функция ЛПР в этом плане, чемпион, в каком, что я имею ввиду, а имею ввиду, и следующее, если вдруг, я не буду сюда обращать внимание, а скажу, ну вот я ищу вот этого менеджера, вот в этой таблице, второй номер столбца подтягиваю, растяну, вроде как все нормально у меня получилось, да, менеджер 40 тысяч, все хорошо, приятно, но, я делаю маленькую ошибку, которая в принципе вполне естественная, я вот здесь менеджер, пишу, с англицкой буквой Е, и у него 50 тысяч, почему, а потому что, я вот здесь, забыл, указать ноль, должно совпадать один в один, и тогда он скажет, ошибка, 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 почему, потому что нету там в таблице менеджера с английской буквой Е, а если я не указал, там приближенно, а что значит приближенно, а приближенно он работает так, менеджер, больше аналитика, но имеется в виду, если мы будем расставлять от А до Я, от Я до А, от А до Я, по возрастанию, менеджер ниже аналитика, быстрее, ниже, ниже бухгалтера, ниже, 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 менеджер с английской буквой Е, вы стоять ниже менеджера с русской буквой Е, нет, выше, ну, сначала английский, сначала цифр, потом английский, потом русский, ага, выше, значит, поднимись выше, и возьми вот это значение, вот так он работает приближенно, но, не указали, мелочь, необязательный параметр, все, получите, об этом надо не забывать, ну, и, еще несколько моментов, вот, сводная таблица, вот, посмотрите, вот, я поэтому делаю сводную таблицу, ну, в принципе, нормально, как сводная таблица делать, помните, ну, очень просто, закладочка, ставка, таблицы, сводная таблица, ну, опять же, может быть, в некоторой мере, это действие рекламное, я просто показываю, некоторые кусочки, некоторые тонкости, которые мы на соответствующих уровнях освещаем, вот, я делаю стандартную сводную таблицу, вот, я говорю, у меня, должна быть, дата, и сумма, вот она, на какую дату, на какую сумму купили, во-первых, я обещал вам показать место, где нет контекстного меню, плохо, сколько здесь правой кнопкой не щелкать, а легчайшая вещь, везде есть, на то она и называется контекстное меню, а здесь нет, почему, ну, не знаю, почему, вот, как исправили, левой кнопкой по треугольничку, это же контекстное меню, почему, отчего, ну, знаете, исключение есть всегда, вроде золотое правило Windows, не зная, что делать, щелкни правой кнопкой мышки, или левой, применительно сюда, а во-вторых, хочу показать вам еще одно интересное, вот, я курсор ставлю сюда, вот, выделяю конкретно, можно даже одну дату, щелкаю правой кнопкой мышки, выбираю позицию группировать, и говорю, мне не нужно по дням, мне нужно по месяцам, хочу по годам и по кварталам, видите, вот кварталы удобно, да, а теперь маленький секрет, я еще раз делаю сводную таблицу, в этой таблице, вот здесь, которая на уровень, вот в этой таблице, есть позиция год, месяц, а почему тогда, вот на этом листе, появился год и месяц, вот год, видите, месяц нет, а год есть, почему он появился, а дело здесь следующее, очень тяжелая вещь, сводная таблица, очень тяжелая вещь, сводная таблица, расчеты тяжелые, Excel часто, на больших объемах данных, не вытягивает, поэтому фирма Microsoft, придумала следующее, с тем, чтобы каждый раз, не пересчитывать, сводную таблицу, ну вы же можете, с одного листа, много сводных таблиц, она делает так, первый раз, когда вы делаете, когда вы строите, она создает, так называемый, кэш, промежуточное звено, в него там, внутри, где она производит, все перерасчеты, а то, что вам сюда на лист, отображается, это, отображение, разные слепки, этого кэша, экономия, да, экономия, но иногда, но не хочется, чтобы оно было, старой версии Excel, такая возможность была, была кнопочка, в новой версии Excel, ее нет, но, помните, я вам говорю, что вот здесь, на панель быстрого доступа, всегда можно бросить, все, что нужно, вот она, вот давайте, я ее сейчас удалю, вот здесь, среди всех, вы ищете, старая версия, она называлась, макро, стоя, это самое, мастер, сводных таблиц, да, это я уже разбежался, мастер, сводных таблиц, и диаграмм, вроде кнопка, один к одному, что вот здесь, что вот здесь, видите, но, если здесь, если вот здесь, вызывает новую версию, то вот эта кнопка, вызывает старую версию, и старая версия, есть возможность, выбрать тот, или иной вариант, старая версия, поэтому учтите, в Excel, неограниченное количество, тайн, секретов, всю жизнь можно положить, и до конца, так и не выяснить, но некоторые, полезные, очень вещи, мы вытаскиваем, и, в соответствующем уровне, рассказываем, показываем, третий уровень, третий уровень, как вы помните, я вам уже говорил, предназначен, для того, чтобы работать с большими объемами данных, еще раз скажу, большие объемы данных, честно, не для Excel, я вам реально, при современной технике, реально могу сказать, 200 тысяч строк, это уже практически предел, сильно притормаживает, работает медленно, но, тем не менее, если очень надо, что делать? Отдельная песня, формула работы с массивом, отдельная, интересная, красивая позиция, Ну, посмотрите, мне нужна таблица умножения, 1, 10, 1, 2, не хочу, вот так хочу, 10, Скажите, можно ли, написать формулу, взять ее за уголочек, и растянуть, в одном месте, взять ее за уголочек, и растянуть, ну, конечно, можно, вот, равно, вот это, и здесь у нас, вся вот эта позиция, находится во второй строке, значит, значок доллара, перед второй строкой, закрепили, умножить, на вот это, а здесь, это все находится, в столбце, значок доллара, перед, а, теперь, можно спокойненько, взять, растянуть, и получить, таблицу умножения, но есть маленькая, длину, я, например, могу, или кто-нибудь, сделал мне пакость, у меня неправильная, таблица умножения, это, раз, здорово, ну, как-то, глядя, вот, на эту формулу, сложно понять, чего действительно, хотелось, кажется, в Excel, есть, вообще, потрясающая возможность, я выделил, весь, вот, этот диапазон, и говорю, равно, вот это умножить на вот это, только маленькое, как это говорили в сказках, крибли, крабли, бумс, здесь надо сказать, shift, control, enter, не крибли, крабли, бумс, а shift, control, enter, но я имею ввиду, завершить, это формула массива, у меня есть классное преимущество, если я попытаюсь, вот здесь, что-нибудь изменить, вот здесь, он скажет, нельзя, только весь массив целиком, полная гарантия, вместо того, не писать руками доллар, можно использовать горячие клавиши, F4, там, циклические, ну, курсор поставил нужную позицию, и нажимаешь, 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 проскочил, дальше нажимаешь, там, по циклу, нет доллара, один доллар, после указания ячейки, F4, конечно, вот, указали на ячейку, и нажимаете, F4, один раз, два раза, три, четыре, пять, и крутите по циклу, вот такая интересная штука, формула массива, или, такая задача, мне надо, ну, вот у меня, мне надо, что-нибудь такое хитренькое, ну, например, мне надо, вот это, ну, вот здесь у меня цифра, ну, не знаю, и здесь еще что-то, мне надо, поэлемент на вот это, умножить на вот это, и результат сложить. Есть такое в математике. Фирио Майкрософт знает, что есть, знает это, и она даже придумала соответствующую формулу, соответствующую функцию, она называется сумма, сумма произведений, и говорит, укажите первый массив, укажите второй массив, но можно сделать и таким образом, сумма, а произведение сделаем здесь вручную, вот это, умножить на вот это, Shift, Ctrl, Enter. Можно купить с разными хитрыми позициями, для нас достаточно серьезный кусок, посвящен ссылкам, формулам массивов, и связанными с ними позициям. Даже очень интересно, при работе с большими массивами, при работе с большими массивами, это спасение. но уже на третьем уровне, мы потихонечку выходим на то, что чисто Excel всего не может. Есть предел для него, я вам скажу честно, этот предел составляет, вот если вы работаете без использования макросов, вы где-то 30-40% от всех возможностей Excel используете, не более. Вот пример. Чисто боевая задача. вот это мы давали, вот это. Мы давали на третьем уровне. Там делали, ну, приблизительно следующим образом. Вот сюда мы вводили функцию поиск поз, и говорили, ищи вот этот месяц, вот в этом столбце, точно. 10-е, вот сентябрь, 10-е строка. Здесь мы говорили, так, тот же поиск поз, ищи вот этот набор, вот в этом столбце, точно. вот здесь есть такая очень хорошая функция адрес. Она просит строка, номер строки вот этот, номер столбца вот этот, ну, и, собственно говоря, этого достаточно. Вот, действительно, видите, эта ячейка C10. Ну, а теперь тут можно менять месяц, набор, и она нам будет сообщать. Это все, конечно, прекрасно. Здесь мы еще говорили dv-ссылку, но есть такая хорошая функция dv-ссылка, которая текст, а ведь это текст, превращает формулу в ссылку, точнее, и подтягивает вот это число. И все это мы прекрасно показывали, и один слушатель сказал Алексей Михайлович, это, конечно, прекрасно, но у меня работа вот такая. Каждый день мне на стол выкладывают вот такую громадную стопку чеков. У меня вот здесь даты робиты, много за целый год. Вот здесь клиенты, много, у нас большая база клиентов. Я беру чек, ищу дату, ищу клиента, на пересечении смотрю, проведен этот платеж или нет, соответствует он или нет. Если он соответствует, я чек откладываю в одну позицию, если не соответствует в другую позицию, там исправляю. Разложить на две позиции, ради бога, мне теперь легче стало. Выбираю здесь, выбираю здесь, не гляжу на ту большую позицию, не смотрю, там все вижу. А вот как бы изменить, вот как бы сделать вот так, чтобы вот здесь было новое значение, вот здесь бы я его вбил, и чтобы вот эта циферка прыгнула сюда, вот по этому адресу. Excel говорит, такое может? Excel не может. Он говорит, можно ли такую функцию прописать? Нельзя. По одной единственной причине. Дело заключается в том, что функция пересчитывается при стандартной настройке каждый раз. Функцию это прописать можно. Но функция пересчитывается каждый раз, когда мы что-то меняем. И куда она будет каждый раз вот это, по вот этому, и сколько раз она будет прописать, один бог знает. Поэтому такую функцию теоретически прописать можно, теоретически. на практике она будет никому не нужна. А вот сделать кнопочку, нажав на которую эта информация будет бросаться, это да. Но вот только для этой кнопочки надо сначала макрос написать. Видите, вроде бы мелочь. Знаете, насколько улучшится быстродействие. А сам макрос будет достаточно простой. вот sub вот каждый раз, особенно когда я случайно на русской клавиатуре пытаюсь набрать if, если, ну if, then, else, я каждый раз начинаю думать, что не, 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 программирование придумали в Одессе. If sub на русском. Итак, sub ну назову его мой range, моя область. А макрос будет очень простой. Я говорю range диапазон. Какой диапазон он спрашивает? То есть мне теперь нужно дотянуться вот до этой ячейки и из нее то есть ячейки G8 из нее вытащить адрес. Дотягиваюсь range а в двойных кавычках ввожу адрес G8. Ну и что я здесь делал? Изнутри начинаю смотреть. Дотянулся до ячейки G8. Вытащил из нее а что я из нее вытащил? Текст. Как вариант я могу сказать не текст а value значение. Как вариант вообще ничего не могу сказать. Если я не сказал ничего то по умолчанию берется самое важное то есть то что лежит в ничеме. То есть теперь вот здесь у меня когда макрос заработает будет вот этот адрес. Вот то что здесь написано. Далее я перехожу туда и в него вкладываю новое значение. Где у нас новое значение? А новое значение в ячейке G12. Диапазон G12. Все. Одна строчка. Причем вот это даже можно и одна вот такая коротенькая строчечка. Смотрите как заиграл теперь. А что у меня в августе месяце по набору браузер? Ага пишет 294 тысячи. А по моим данным 300 тысяч. и работа человека долгая, тяжелая, мучительная. Представляете как он? Там громадная таблица на 365 дней скажем 10 тысяч пользователей. Представляете да? Вот ему дали вот тебе копии чеков проверяй все ли у нас там в базе права. Правильно. Вот он ползает по этой таблице. Вот он по этой таблице бедный ползал руками. Находил проверял все чеки откладывал. Представляете сколько он чеков мог проверить за смехом. Ну так ориентировочно 365 и так далее. Минуты по 2 по 3 выходила. Дикое подогонного труда. А так вот раз раз хлоп раз раз хлоп отдельно. Даже он может туда не заглядывать. Это можно вынести на отдельный лист. Ну по крайней мере раз в 5 производительность выросла. Вот пример работы и применения ВБА. Поэтому ВБА дает вам многое. Но вот только маленький вопрос. А как писать эти макросы? Это же надо язык учить. Сложно, долго, неудобно это. Ну на самом деле есть хорошая вещь. Если у вас есть часто повторяющиеся позиции, у вас есть макро-рекодер. Можно включить как магнитофон и соответственно сделать. То есть если надо, если у вас есть действия, которые вы можете делать с закрытыми глазами, которые набили оскомин, то вот на помощь вам может прийти макро-рекодер, который полностью запишет все ваши действия. Но. Здесь есть маленькое но. Чтобы я вот здесь применил макросы, сначала иметь заготовочки, нужные позиции и так далее. Не забывайте, что макрос это вершинка айсберга. Это вишенка на тортике. Это блестящее украшение, но сначала надо сделать весь тортик. А уже потом соответствующие позиции. вот приблизительно такого мы учим на четвертом уровне экселя. А на пятом уровне экселя мы уже достаточно серьезно забираемся в программирование. Ну вот в качестве примера, именно в качестве примера, посмотрите, вот я зашел в АБА, вот у меня, вот тут есть переменная с именем А, вот тут есть переменная с именем А, вот тут внутри функции есть переменная с именем А, вот когда я здесь обращаюсь к переменной с именем А, какая у меня А, вот это, вот это или вот это, вот здесь я А задал 1 B2 C3 D4 E5 F6 вот здесь что он мне сообщит, ну понятно 1 2 3 4 5 6 а вот здесь что он сообщит А, это какая А, Б, это какая Б, вот это или вот это, вот такие вопросы мы разбираем, локальные глобальные переменные правда правда фирма Microsoft ну я на нее не обижаюсь я люблю ее программные продукты я люблю Excel я в принципе с меньшим конечно удовольствием чем скажем в языке C но программируем ВБА но я не могу не отметить гений Билла Гейтса в области маркетинга ну или кто-то другой ему помог и подсказал что пользователя надо к себе привязывать всеми возможными способами в том числе ну что называется на уровне имен и фамилии уже как правило никто не помнит что когда-то были директории под директории и над директорией теперь все говорят папки а слово папки уже интуитивно завязано на Microsoft вот программисты всего мира говорят что вот это глобальные переменные а вот это локальные переменные а программисты на ВБА говорят что это переменные процедур о модульного типа а это переменные процедурного типа и с обычными программистами они уже начинают немножко конфликтов то есть вплоть даже до таких вопросов. Пятый уровень это уже достаточно серьезно. Мы их начинаем разбирать. Как? На пятом уровне допустим мы решаем, как сделать так, чтобы при подключении вашего макроса вот здесь появлялась ну не здесь, вот здесь на новой вкладочке появлялась кнопочка, завязанная на ваш макрос. Вот смотрите, вот если я включу макрософтовскую надстройку, вот допустим поиск решения. Видите, у меня вот здесь появилась кнопочка. Вот и это мучает. То есть выходим потихоньку на такой уровень, который ну в серьезной фирме хотя бы один-два человека это должны быть. Хлам. Художник и литератор, актер и музыкант. Раньше было хла, теперь хлам. Это экселевская надстройка, это вообще интереснейшая вещь. Смотрите, я в оба зайду, вот она. Паролем прикрыта. Ну взломать можно. То есть, кажется, это отдельная книжка, которая есть, которая прикреплена, но которая не видна. Такая хорошая штука хлам. Ну вот рекламную цель. То есть, рассказал каратенечко, теперь рассказал поподробнее, ну и вроде как по времени уложился. В конце вот обещал оставить 10-15 минут на вопрос, но 10 минут осталось. Какие вопросы? Ребинаристы, у вас есть отдельная позиция по вопросам. И к ребинаристам, пока не отключились, просьба. Пожалуйста. Опросик такой, каратенечки, сделайте. Ну просто, чтобы мы приблизительно понимали, нет, ну понимаешь, что это не целевая аудитория, ну просто приблизительно, чтобы мы понимали, кто в каком направлении из тех, кого заинтересовал данный вебинар. Вот я вам даже покажу, как меняется процент. Из тех, кого заинтересовал вебинар. Если есть вопросы, кто здесь присутствует, прошу голосом. Ну а вебинаристы, извините, микрофон подключать не буду, задавайте в соответствующем окошечке. Будем отвечать. Что-то все такие напуганы. Все это уровень напугал. Ну честно вам скажу. Ну, как бы это сказать. А, о, у одного из авторов, ну правда у него было посвящено языку сил, было сравнение изучения языка с ездой на линию. Вот набилась, плотная компания поехала. Бум, первый этаж. Бум, элементы. Люди выходят, им этого достаточно. Второй этаж, третий. Последний кусочек у него был посвящен смарт-тегам, умным тегам. Оп. Ой, извините, смарт-тегам. Смарт-указателям, умным указателям. Дальше он пишет, седьмой этаж, умный указатель. Бум, все выходят. глянулся по сторонам, а где все? Да, чем выше уровень, тем меньше. Ну, у нас есть, ну, естественно. Но зато же возможности больше. И возможности, и возможности карьерного роста, и возможности оплаты, и все остальное. Спасибо, вебинаристам, за вопрос. Ну, да. В принципе, достаточно интересные данные. Так. Вопросов не вижу. Напугал. Ну, что делать? Приходите к нам учиться. Первый. У кого вы были? Почему вы такой уверены? Не собираетесь расти выше по кальерной лестнице? Учтите. Это в последнее время действительно очень популярное направление. То есть, если вы не собираетесь вечно сидеть за, так сказать, компьютером, в общем этом словом, надо выбиваться наверх. Чтобы выбиваться наверх, надо что-то показать. Вот, если вы сумеете организовать, увеличить производительность, но, грубо говоря, ввести конвейер в ваши электронные документы оборота, конвейер в электронном документе оборота, это вот направление, которое называется Excel-менеджмент. Это сейчас очень реальное направление. Почему? Ну, во-первых, можно сэкономить. Если конвейер же всегда дешевле высококлассных специалистов, которые неспешно собирают автомобиль. Он же не зря зацепился за идею конвейера. Во-первых, сэкономить, во-вторых, улучшается качество обработки документов, в-третьих, уменьшаются сроки. В нынешней кризисной ситуации, ну, я думаю, любое начальство зацепится за такие возможности. Так. Ага. Вот смотрите, задается вопрос SQL кому нужен. SQL нужен тому, кто будет работать с базами данных. Серьезно, профессионально нужен SQL, без вопросов. Только, ну, и это раз, и второе, SQL нужен, ну, это третий уровень, SQL нужен тому, кто хочет правильно, профессионально подключаться к базам данных из Excel. SQL это универсальный язык, который понимает все базы данных. Да, они там есть разные диалекты, но в принципе они полку понимают все. Всем вебинаристам до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok